Снова здравствуйте дорогие друзья. Сейчас будет обзор на сигареты прима. Выглядит она следующим образом. Вот они без фильтра. Могу показать вам. Это акцизная марка. Все дела. Такая бы прима Усмань табака. Ну вот. Дата изготовления 04 2017 года. 38 рублей. Ну вы знаете, что сейчас прима стоит 50 или 60 рублей. Акцизная такая. Знаете, вот это дубль подделка. Ну что могу сказать по вот этой примы. Сейчас мы с вами ее и закурим. Перед началом просмотра хочу поблагодарить всех вас за то, что вы смотрите мои видео. Вот кто смотрит все подписчики. Посмотрите, спасибо вам большое. Сигареты выглядят следующим образом. Надпись прима. Такая маленькая, но она в принципе не важно. Раньше даже не писали. Неважно. Вот набивка здесь сами. Вот смотрите какие. Вот. Можете сказать, не очень объективно. Ну загибается, но не ломается. Дайте закурю. В отличие от оригинальной примы Усманьской, за которой этот дубль подделка выдает себя, они лучше, чем подделка под названием Донская прима. Как мы знаем, что Донскую приму не упускают с 2019 года. Теперешние вот это подделки по 38, по 42 рубля или по чем там, по 38. Вот. Мужики берут, хотя я не советую. Вот. Горит она следующим образом. Бывает ровно, не важно. Сигареты овальные, как я говорил, без фильтра. Вот, надо уметь курить. Иногда добавляет рот, но если вы привычный, к курищик, к разным сигаретам, много разного пробовали, вот, в своей жизни разных сигарет, то, в принципе, вам это не затруднит вас. По вкусу. Ну, слава богу, это не махорка, которая низкого качества была в приме Донской, которая сейчас, вот я с ним поддельно, не настоящая Донская. Вот. Попадается через сигарету. Бывает мягкие, бывает не очень мягкие. Но, в целом, скажу, как осмолов, их не советую курить. А сигарет только что перебиваться или как-то разнообразить свой рацион какими-то новыми сигаретами. Если вы еще их не курите никогда, не пробовали. Ну, вот. Дым плотный, могу даже вам показать, но, наверное, тут видно. Видите? Плотный дым, вот, горит уже, вот, столько сгорел у нас сигарета, сигарета уже до середины не докурилась. Вот. В конце я сейчас вот вам помогу показать. Такой есть, вот, жилы, вот, палки, бревна, бревна. Подрутошить. Под конец появляется древесный вкус. Но это не очень, это неплохо, нормально пойдет. Может быть, ореховый неприятно, но для всего маловато, но это хорошо. Ну, так как в донской подделке, которая выдает себя в донскую приму, называется Примадона. О ней я упоминал ранее. Тьфу. Ну, вот, сигарет у нас докурилась практически до конца. Вот. Делаем выводы, ребят, подводим итоги. Вот. Курить можно, но только, знаете, ознакомиться, либо перебиться как-нибудь из каких-нибудь временах, такие, знаете. Вот. Когда вскоре вам туго, нормально что-то купить. Вот, подытожу. Вот, тот осмолов, который был, вот эта прима, в всяком случае, они лучше, чем в Синевинстон. Чем всякое дерьмо. Вот это вот наши, обычные акцизные, там, за 150, неважно, даже до 100 рублей. Это все говнище, конечно, полное. Вот, прима тоже, как бы, не очень. Ну, вот. Сейчас, мол, я могу поставить хотя бы двойку с плюсом или тройку, если один раз зайти. Если на постоянку, то это двойка. Точно не двойка. Ну, тройку он тянул за то, что накуривает. А так, по вкусу, это... Ну, не очень это сигареты. И вот эта прима тоже, она не очень. Настоящая устницкая прима, как вот, знаете, упоминаю раньше, смотрят какие-нибудь обзоры Макси Фрунзе. Вот он говорил, вот, точь-в-точь, вот, у меня тоже она была, раньше я пылил ее. Вот, она приятная, вот, с такими, как... С привкусом сливочного масла, вот такая, вот. Там, Вирджиния немножко есть. Точнее, она вся там, не скажу, что первосортная, но нормально. Эти же сигареты, ну, это дубль, но не самый худший. Так покурить можно, но не советую. Ладно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-два. Вот, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока.